Привет, дорогие друзья! У меня лажанул мой прямой эфир, но вы же понимаете, что зависит не от меня, от технических всяких нюансов, с которыми я вынужден сталкиваться во время своей жизни в красивейших местах Западной Европы, скажем так. Суть не в этом, суть в другом. Мы продолжаем надзирать, присматривать и принюхиваться, прислушиваться. 15 апреля я опубликовал некое видео, в котором я рассказал, как руководство, тогдашнее руководство управления госохраной, которое, я напомню, что они делали впоследствии. Короче, как это руководство договаривается с новым руководством, которое, по их сведениям, это был абсолютный инсайт, должно было быть назначено Владимиром Зеленским. Это видео опубликовано 15 апреля, называется оно «Бывшие, уже договариваются с новыми, позволю себе процитировать самого себя». После провальных соревнований по рукопашному бою и имевшего место негативного разговора президента с руководителем управления госохраной Гелетеем, последний попросил своего заместителя Иванчука переговорить с будущим начальником управления госохраной, которого, по имеющейся информации, поставит Зеленский, это некто штучный Вячеслав Васильевич, он ранее возглавлял институт управления госохраной, на предмет безболезненного отхода и передачи дел. Некоторым тогда моя информация о штучном Вячеславе Васильевиче показалась странной, ибо человек возглавлял институт управления госохраной, тут вдруг Зеленский его почему-то должен назначить, но, в общем-то, я вам процитирую указ президента Украины номер 336 с 2019 года про назначение штучного первым заместителем начальника управления госохраной Украины. То есть, все, что я говорил, так оно и получилось. Старая традиция, когда уходит руководитель, он договаривается с новым руководителем о том, что его не трогают. И вот так вот у нас никогда не трогают бывших. Да, я это сказал тогда и рассказал, каким образом они намереваются договориться с новым руководителем управления госохраной. И вот это именно тот момент, который мне очень не понравился. То, что просто штучного назначили первым заместителем, на самом деле руководит вот это. То есть, он и есть, он будет руководить управлением госохраной. То есть, все, как и было. Но, вот этот момент меня напряг. В свою очередь, по нашей информации, первый заместитель управления госохраной Дохновский отправил на переговоры с штучным своего личного порученца, заместителя начальника инспекции по личному составу Сергея Смирнова, которому сказано передать, что будет оставлено в квартирном фонде для людей штучного. 20 квартир. И передано 500 тысяч долларов, а также гостиница, которая расположена по адресу Киев, Щербакова, 52. Она находится в служебном доме, и по ней в настоящее время идут суды. Понятное дело, что это предлагается в виде откупного за неприкосновенность после отхода от дел. Вот, теперь мы должны будем понять, влезла или не влезла. Если влезла гостишка, полмиллиона долларов, которые они собирали всем миром, и так и собрали по нашей информации, то, значит, бывших догонять не будут. Конечно же, это не управление госохраной, ведет следствие касательно бывших и так далее. Но именно управление госохраной дает материалы, которые могут послужить причиной для возбуждения уголовных дел или подкрепить уголовные дела по бывшим. Для сбора указанной суммы поставлена задача начальнику финансовой службы и хозобеспечения максимально выводить остатки денег. Гелитей планирует откупиться от преемника, так как от него откупился в 2014 году начальник управления госохраной при Януковиче Кулик, а также начальник службы безопасности Януковича Кабзарь. Это очень опасная тенденция, и нам остается только проследить за судьбой бывшего руководства управления госохраной. А теперь я напомню, что они делали. Это те самые люди, которые избивали людей, которые просто задавали Порошенко вопросы. Это те самые люди, которые ломали людей, которые получали потом деньги за каждый выбитый телефон, потому что, как вы понимаете, информация, озвученная мной, это не просто информация была, это были четкие факты, это четкий фактаж, полученный из недр службы. И мы продолжаем получать информацию из недр этой и других спецслужб, в том числе СБУ, службы внешней разведки, и дальше не буду даже уточнять откуда. И генпрокуратура, это то, что я могу сказать. Мы получаем информацию из этих структур, и нам не нравится информация, которая поступает. Должны быть наказаны люди, которые назначали по 5000 гривен плату за выбитый телефон. Должны быть наказаны люди, которые мешали свободно задавать вопросы Порошенко. Если кто-то думает, что ему удастся отпетлять, так вот не удастся. Я буду как клещ что-то, я придолбаюсь и буду преследовать. Я вашим Симоном Визенталем стану мрази. Я вас буду догонять, как нацистов, вырывать ваше сердце и жрать его. На этом все. Мы ничего не забыли, мы все помним, и мы за каждым присматриваем. Если кто-то из новой власти захочет взять откупные за то, чтобы не догонять власть старую, мы об этом узнаем, догоним каждого. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока. Продолжение следует...